Привет, ты сегодня на канале ААА, меня зовут Рэй, и сегодня мы попробуем игру The Side of Rachel Foster. Не знаю, как обычно, что это за игра, всё так же она идёт по версии того, что история, в которой вы собираетесь, конус строится из деталей, внимательное наблюдение приведёт вас к истине. К тому, что мы пробуем полчасика, где-то минут сорок, ну, обычно полчасика. Моя дорогая Николь, я так понимаю, что надо листать, видимо, но сейчас мы начнём. В общем, из категории того, что есть и нравится, если хочешь, чтобы я дальше проходил, то, соответственно, ставь лайк, подписывайся, пиши комментарий, что хочу ещё, и мы тогда будем проходить эту штуку до конца. Моя дорогая Николь, давай. Ты доча, которой, мать, может только мечтать. Красивая, умная и честная. Мы через многое прошли. Я знаю, порой тебе приходилось очень легко, но вспомни, что сказал доктор Фланкин после твоей речи на школьном выпускном. Столкнувшись с драконом, нужно взять в руки щит и меч. Поверь, наступает время, когда ты понимаешь, что пора склониться перед драконом. Я всегда считал тебя бойцом. Человеком, который не боится трудностей, и, столкнувшись с преградой, может взять в руки оружие и отважно броситься в бой. Мы никогда не говорили о том, что произошло с твоим отцом, но сейчас я должна тебе кое-что рассказать, прежде чем эта болезнь разлучит нас. Чё-то происходит? On my umbrella. Видимо, я должен нажать, да? Да. Да. Что происходит? Как мне действовать? Я не вижу ни мышки, ничего. А! Просто нажимать W, чтобы идти вперед. Понятно. Оригинальненько, оригинальненько. Девять лет назад интрижка твоего отца с твоей молодой девушкой и ее последующие самоубийства навеки разрушили нашу семью. Я прекрасно понимаю, что ты чувствовал в тот момент. Моего отца для меня больше не существует. Я могу доверять только своей матери. Что предательство твоего отца уже никак не исправит, и что она правильно поступила, бросившись со скалы. Я всегда была с тобой. Только ты вывихнула плечо во время своей первой хоккейной игры, когда ты попрахла всю ночь на знакомой для тебя комнате, когда ты целовалась с Дунканом Форбсом под Амелой на Рождество в 85-м году. Ты вышла на марш против абортов, когда была на первом курсе в колледже. Дункан был хорошим мальчиком. И пускай я об этом никогда не говорила, Я сразу поняла, что у вас не будет много тем для общения. А общение — это основа любых отношений. Если вы не говорите, вы отдаляете друг от друга. Чем меньше у нас остается времени, тем больше мне хочется тебе рассказать. Прежде всего, я должна попросить тебя прощения. Во-первых, я прощу прощения. Ну, судя по музыке, по письму, по тому, куда мы идем, видимо, эта мать написала предсмертную записку, а мы типа на прохонах. Мне и в голову не приходило, что ярость чувствует достойное доброго христианина. Но она помогла мне справиться с болью. Я не хочу, чтобы ты прожила свою жизнь так же, как и я, дорогая моя. Я хочу, чтобы ты освободился от прошлого раз и навсегда. Поэтому я хочу, чтобы ты сделала то, о чем я тебя прошу. Продай нашу гостиницу. Продай нашу гостиницу. А это, видимо, задача. Гостиница принадлежит моей семье. И поднаследство она достается тебе. Ты должна вернуться, Николь. Я налила адвоката в Хелене. Его зовут мистер Дженкинс. И он передаст тебе это письмо после смерти твоего отца. Меня к тому времени в живых уже не будет. Приведи быстрый осмотр, подпиши бумаги и продай эти стены, внутри которых не осталось ничего, кроме ненависти. Оставь себя столько, сколько нужно, чтобы оплатить свой кредит на обучение. А остальные деньги отдай семье той девушке. Пусть эта история закончится для нас раз и навсегда. Закончится эта история раз и навсегда. Понятно. Мы всегда поддерживали друг друга. Хотела бы я и дальше быть с тобой, но на твоем выпускном, на твоей свадьбе, увидеть рождение моих внуков. Но боюсь это все. Мы не знаем, сколько времени у нас осталось. Но я советую каждый час, отведенный тебе, посвятить любви. Это единственное, ради чего стоит жить, бороться и умирать. Поверь мне. Я люблю тебя больше всего на свете. Клэр Уилсон. Твоя мать. 24 июня 1991 года. Я так понимаю, на протяжении игры у нас не будет никаких подсказок. Да и вообще никак. С этим делом надо будет туго. Оригинальная игра началась с похорон. Национальный лесной заповедник Хелена. Монтана, США. Непогода на территории Монтана приобретает все характеристики атипичной бури. Ухудшение оказалось сильнее, чем ожидалось. С сильнейшими драми, снегопадами, эпицентрами которого придется на Национальный лесной заповедник Хелена. Национальная медседовая служба настоятельно просит местных жителей исследовать инструкции властей по возможности не выходить из дома. Некоторые метеорологи сравнивают под стройм с тем, что случится в Биллинге. В Биллинге все 1950 года за одну ночь. Там неужели мы станем, что здесь или самый страшный забивок, как Льюис Энд Кларк. Тимберлайн. Так, это, видимо, загрузка, да? Откуда у нас отражение на фоне? Или что это? Тут, типа, сзади облака отражаются сквозь окно. Нет. Как будто поднимет текст какой-то. Ну, сейчас увидим, что это такое. Начало, конечно, такое интересное. Музыкальное сопровождение прикольное. Музыкальное сопровождение. Звук. Это все, что я вспомню от ночи, когда мы уехали 10 лет назад. Да, вон график. Ну давай среднее поставим, посмотрим, может быть будет лучше. Ну вроде как пожилее чуть-чуть. Моя машина. Ага, ну это такой квас типа разглядывать. Ладно, давай короче поставим поменьше разрешение, чувствую, что как-то не тянет она. Надеюсь, то, что запись не прервется. Так, в принципе тогда... Нет, не прервалась, отлично. Тогда можно высоко наверное поставить, я не думаю, что сильно сыграет на кадрах. Ну, 50-44 кадра есть для такой веры, мне кажется, очень даже достаточно, да. Очень даже плавно, очень даже ничего, очень даже хорошо. Это типа так... Такая буря прям. Нажать я, видимо, ничего не могу здесь. Ну ладно, пойдем. Пойдем изучать окрестности местные. Мамина машина, понятно. Небось, зацикла Леонардо. Воу, прикольно, как размывает, смотри. Так, волком. И что там? Почему там все закрыто? Я, может, туда хочу попасть. Ну понятно, нам сам... сам отель. Так, использовать, отлично. Ну тут, в принципе, управление достаточно простое. Ходим мы. Давай закроем, как нормальная лезь, дверь. Темновато. Адвокат сказал, первым делом заглянуть в офис, если я ничего не путаю, он находится под горным музеем в конце лестницы, ведущей на первый этаж. В конце лестницы на первый этаж. Так, check-in, hall, bail room. Ладно, пойдем. Воу. Ну, картинка добротная, на самом деле. Ага, вот и офис. Отлично. Я так понимаю, что тут телефон. Где он? Телефон, очнись. Голосовая почта. Так, что-то можно было взять. Голосовая почта, окей. Аварийная служба 911. Чем могу вам помочь? Что у вас случилось? Алло, вы меня слышите? Что у вас случилось? Ну, вроде, ничего не должно было случиться. По правилам компании, мы обязаны прекращать обслуживание должников. Мне очень жалко для Леонарда, но мои руки связаны. Нам пришлось это сделать. Мне очень жалко. До свидания. Неужели они электричество отключат? Да, Николь, это Дженкинс, адвокат. Адвокаты по гостиничной сети, которые хочут выкупить отель, прислали на стопку документов в толщиной Светкий Завет. Именно надо все их изучить. Перед нашей встречи мне надо будет лично заглянуть в окружное бюро регистрации земельных участков. Послушай, я знаю, что ты не хотела приезжать на похороны твоего отца, но теперь гостиница принадлежит тебе. По закону, ты должна оценить состояние отеля, прежде чем выставить его на продажу. Твоя манать поступила очень благородно, решив расплатиться с семьей несчастной девушке, Рэйчел. Немного добровольно согласишься лишиться такой внушительной суммы. В общем, теперь все зависит только от тебя. Займись делом, а я привезу тебе от такой Гамбурги, каких Портландии они готовят. Понятно. Я оставил какие-то заметки и главный ключ на обеденном столе в старых апартаментах твоей семьи. Начни обход оттуда. Дай мне пару часов, не убегай, пока я не приду. Хорошо? Ручка. Я так понимаю, что мы можем осматривать предметы. Ну, блин, это стандартные. Нужно было, наверное, прилично доказать с Портландой, мама, а не этого Болбана. Ладно, за дело. Немножко как будто темновато на самом-то деле. Одни катушки тут, короче, валяются. Вот. Но, в принципе, ладно, нормально, я думаю. Подожди, может там что-то сзади было? Нет, ничего нигде нет. Не знаю, в такие игры вообще никогда не играл особо. То есть вот такие вот, где надо что-то подбирать, искать. Я не знаю, как это вообще называется. Что это? Почему я не могу попасть, если она даже не заперта? В одиночку блуждать по отелю. Оригинально, оригинально. Своего отражения я не вижу. Понятно. Окей. Это прям целый отель в моем распоряжении, да? Какие-то можно... А, вот, да, отлично. Так, нажмите Q, что предыдущий этаж. Нажмите E, что показать следующий. Список делал. Мистер Дженкин сказал, что оставил ключ управляющего в хозяйском номере. В хозяйском номере. Ну, в хозяйском номере, так в хозяйском номере. Знать бы, где он только. Жалко, что нельзя использовать многие предметы. Прикольно, да? Стринну, типа, была приколюха. На дальней дистанции звонок 4 минуты доллар. 25 центов каждая минута. Только звонки за монеты. Давай посмотрим, что там за буря. Оригинально решили все скрыть, но... Прикольно, прям за мелодипом. Добро пожаловать в ваше приключение. Буду написано на доске. Если меня не изменяет мой внутренний переводчик. Ничего такого пока что-то критичного я не вижу. Номера, номера, номера. Может, надо было там осмотреться вообще-то? Ну-ка. Есть какие-то отметки, типа... Где я должен быть? Музей. Что-то только нет, ты посмотри, а. А, не слишком немного здесь этажей? Нет, не слишком много. Просто они листаются по грубу. Так, вроде как ключи, я так понял, должны остаться были где-то там. Жалко, что она так медленно перемещается. Офис. Что? Скальные башмаки. Крампус. А, это вниз. Это, видимо, комната отдыха, что ли? Ну-ка, что-то тут было же. Связь с внешним миром, что? Ну, ладно, видимо, короче, нам наверх идти. Погнали, погнали, погнали. Записулька. Индейские снегоступы. Канат. Воу. Ледоруба? Нет, а где он? Что-то происходит? Я просто изучаю все, потому что есть такая проблема, что я могу быть частично невнимателен. А ты не можешь их открыть, типа, закрыть? Вот, отлично. Я не хочу шляться с открытыми дверями везде. Обеденная комната вроде как-то... Тут, конечно, блюра на расстоянии как-то работает. Странно очень. Непривычно, я бы сказал. Так, что, комнаты Master Suite? Наверное, в Master Suite находятся. Ну, и самое место для... ...скримеров и прочего. Куча комнат и один я. Ну, ничего же не будет с самого начала, да? Можно закрою дверь. Очечи. Завещание. Письмо Дженкинсу. Опять журнал. Ладно, пойдем за ключами. А, это комната, типа, получает того, кто следящего за отелем. А, это, видимо, моя комната. Ну, точнее, наша главная героиня. Здесь выглядит точно как тот день, когда мы с мамой уехали отсюда 10 лет назад. Это так... Нет, это уже не важно. Быстрый осмотр и все. Старый друг. Так. Нераз... Незавершенный флип, 360 градусов. Радио. Жаль за последние 3 дня. Снегоуборщик готова, мы покажем, что снегопад. Ключ управляющего. Ну, да, 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 понятно. Вот батарейки. Ну, все, все, дай мне за эти ключ управляющего. Это ключ управляющего, который мама не давала мне, когда я была маленькой. Но, чтобы открыть до сетевой комнаты, понадобится главный ключ. Так, что, вот старый телефон, понятно. Зарисульки наши какие-то местные. Так. Ну, я как приличный человек буду закрывать за собой комнату. Ёшкин, матрёшкин, где? Фотография маленькой заразы. Понятно. Быстрый осмотр и всё, как говорится. Музыкальная шкатулка. Книги, книги, книги. Что-то там. Ну, понятно, что здесь ничего особо нет. Моече средства. А где телефон-то звонил, интересно? А, вот он, точно. Опять какое-то сообщение, небось, оставили. Так, ну, здесь мы всё посмотрели. Оу. Ванная комната. Понятно. Всё ясно с нами. Что? Моече средства. Что? ПЕМО. Ну, вроде как всё в порядке. Но я понимаю, что должно начаться что-то. У меня начало должен свет отрубиться, да? Так, что? Используется странный... Странный недотелефон. Что? В смысле, какой-то странный недотелефон. Типа мне что, обратно вернуться что-ли? Всё в порядке. Всё в порядке. Пятиручка. Одни ручки везде. А можно закрывать его не передо мной? Я так понимаю, тот, который с автоответчиком, надо обратно идти. Вроде как. Так, офис. Нет. А что тогда? Используется странный недотелефон. А, тот, который, блин, этот... Беспроводной в комнате был. Да. Из меня, конечно, осмотрщик отелей. Тот ещё, походу. Как это всё долго происходит. Что тут валяется? Я просто посмотрю. Везде окурки. Что за фигня? Убраться нельзя было, что ли? А закрыть ты их не можешь так просто? Так, мастер-рум здесь. Здесь же, да? Нет, не здесь телефон. Да-да-да, блинский, а. Это что за штука? Шутка. Вы меня слышите? Это мисс Магран? Уилсон. Маграх, фамилия моего отца. Я на связи с федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям города Хэллона. Меня зовут Ирвин Кроуфорд. Мистер Дженкинс предупредил меня о вашем приезде. Мистер Дженкинс очень предприимчивый человек. О, наверное, я этого не знаю. Я шучу. Ах, ну да. Какая же причина твоего звонка, Ирвин, и с какого его там? А когда поддержка во время вашего пребывания в отеле? Что? Тебе-лайд старый отель, но очень надежный. Где вы не только хорошо придадите время, но и будете в полной безопасности. Котел, проводка, все под контролем. Не знаю, что Дженкинс тебе сказала, но у меня нет никого намерения оставаться здесь. Моё предел, скажем так, 20 минут. О, но буря. Да, это совершенно не важно. Я сейчас же уезжаю. Возможно, вы не в курсе. Спасибо за все, Ирвин. Верно? Да, я. Вы. Пока. Я так понимаю, что буря все уже не дает нам возможности никуда. Так, список делал. Что, нет списка дел? И что, все? Типа, туда лепет его? Ну, разжух уже тут. Вот уж не ожидал, что тут все окажется в таком состоянии. Ну, давай, я морально готов к какому-нибудь скримеру. Нажмите, чтобы бежать. Вот это, конечно, бег у нее. Ну, видимо, вниз. Что за шум до мной со смотровой площадки? Смотровая площадка, со смотровой площадкой, со смотровой площадкой. А я бы знал, где смотровая площадка. Видимо, на втором этаже. Ну, гону второй этаж, посмотрим, что там. Смотровая площадка. Ну, делаем. Ну, так вот. Где ваша смотровая площадка находится? Здесь что ли? На следующий этаж мы попали А это куда? А не слишком мне этот отель огромный, не? Смотровая площадка, музей, следующий этаж Музей, этик Церковь, бойлерная, гараж Может имелся ввиду комната отдыха? Отдыха? Это что еще такое за комната-то? Что за прикол, что я каким-то фигом поднялся на 30 этаж? Зачем такая запутанная... Такой запутанный отель? Реально слишком много комнат А вон церковь Ну, видимо, я вверх иду Запечатанная дверь Где ваша смотровая площадка? Hello Музей А, музей отеля В смысле, какой он там, типа, старый был? Вот он, но почему он музей Блин, ну что, судя по шуму, то где-то здесь-то происходит? Так Так Ладно, спустимся на первую Хотя, чего должно быть на первую, ладно Странная тема с этим отелем, конечно Куча дверей Какая еще смотровая площадка? Здесь, что ли? Здесь, что ли? Здесь нет, ничего не происходит Ой, концерт Туалет Туалет, туалет, туалет Здесь мы вроде были Что? И что, это обратно в подвал? Ну, с другой стороны Мне слишком не дофига можно вниз спуститься Я так не в церковь случайно попаду? Не, в церковь я не хочу пока что попадать Спасибо Ну, видимо, так и попаду обратно сейчас в гараж И нет К лыжной трассе Жесть Вот тут, тут всего Я, походу, короче, открою все двери Сюжетные и несюжетные И в итоге Никуда не попаду Бойлерная Опасно А, ну вот я в гараж Попал с той двери Которая была закрыта Может, я просто уеду? Не Ладненько Что-что Да, я думаю, в принципе, на этом мы Закончим Спасибо за просмотр Ставь лайк, пиши комментарий Если понравилось и хочешь продолжение этой истории То, конечно же, пиши это в комментариях Если достаточно будет комментариев То мы продолжим прохождение этого квеста Получается, по-хорошему Ну вот А пока что вступай в группу в Дискорде, ВКонтакте В Инстаграме и в Телеграме До скорых встреч Пока-пока